дорогие друзья мы начинаем программу не очевидная но вероятная программу которая знаю многие ждут и мы беседуем в студии с ниной бастет здравствуйте не здравствуйте здравствуйте дорогие радиослушатели ну что ж я насколько помню мы сегодня собрались продолжить разговорах о любви причем о таком прекрасном глобальном чувстве во всех его видах и формах и не только духовной любви а вероятно ее так сказать физической стороне мы же ничего не боимся я вот недавно вспоминал этот телемост который советском союзе был когда женщина встала и сказала я был еще в юном возрасте я хорошо помню и сказала на весь советский союз и не только потому что это был телемост соединенными штатами сказала так ярко секса у нас нет вот у меня ощущение что даже в соединенных штатах сегодня тоже не совсем секса есть если мы говорим о сексе вместе с любовью в высоком смысле или я ошибаюсь наверное это где-то правильно да ну так действительно есть но давайте я все-таки начну с того что я опять как всегда поблагодарю своих свою богиню бастет и высшие силы за то что они время нашей передачи не только нам дают любовь ну и вам дорогие радиослушатели и через меня посылает вам любовь исцеление так что слушайте передачи расширяйте свое сознание и чувствуйте себя хорошо и счастливо и мы действительно будем говорить сегодня о любви и более интимной части этой любви может быть упомянем что-нибудь вот это слово которое на букву с на и на конце тоже скажем можно скажем в эфире слова секс данного сказали мы это сделать я подумала о том что это в принципе мы думали мы даже объявляли до эту передачу о сексе но я так подумала взял к случае я делаю передачи потому как мне идет информация информация мне пришла что мы не будем делать целую передачу посвященную этому это передать больше разговор о или частной консультации или я провожу это на своих семинарах как отдельная лекция поэтому если вас что-то интересует в этом направлении пожалуйста спрашивайте азар и иначе мы будем говорить просто о любви а дальше уже как придется да во всех ее правильно пойдет как пойдет да ну вот кстати сегодня какое у нас число ну сегодня вот легко установить сегодня у нас 5 5 число и очень скоро у нас в день влюбленных да да буквально вот очень скоро и вот мы хотим сегодня а я думаю что это будет хороший подарок всем людям от нас а может быть он поможет вам правильно подготовиться дню влюбленных может быть правильно как бы сделать подарок своему любимому человеку потому что иногда мы думаем подарок это что там кольцо или ожерелье или там что-то еще а мы как говорили в прошлый раз что есть я 5 языков любви и иногда мы друг друга не понимаем или расходимся именно потому что мы разговариваем на разных языках поэтому послушайте может быть действительно вы что-то сможете понять чего вы не понимали что не складывается ваших отношениях почему любовь куда-то показалось может быть что она куда-то ушла может быть вы просто сделаете reservation именно в тот ресторан который хочет ваш человек они тот который хотите вы а может быть вы купите именно те цветы которые любит ваша любимая а может быть вы просто вынесите мусор обычно не так обычно не в тот ресторан они те цветы давно в реальности происходит не так да ну вы знаете наверное у каждого человека по-разному но обычно я считаю что одну из одна из обычных мы смотрим на людей и думаем что им нравится то же самое что нам нравится вот если нам нравится это то и людям это должно нравиться если мы например для меня например действие любимого человека или оказание услуг очень важно то может быть я думаю что то же самое важно для для моего любимого человека может быть это совершенно другое то есть например если слова одобрения для кого-то важны а для такого-то физические прикосновения то есть и мы думаем что это вот то что тебе нужно то и мне нужно но это согласно с тем что любовь одно из определения любви когда каждый живет для другого делает вот то что может быть приятно другому поскольку каждая с двух сторон они это делают а обоим хорошо я очень согласна потому что вот я думала об этом много-много лет и я понимаю о том что любовь мы всегда раньше говорил так любовь это двусторонняя дорога с двусторонним движением нет любовь это дорога с односторонним движением только в сторону то есть если ты любишь ты даешь а вот отношения это дорога с двухсторонним движением но тем не менее мы же хотим не просто в любви да мы же не будем говорить что мы хотим застрять влюбленности правильно потому что к сожалению это невозможно почему рушится многие браки именно я думаю за того что мы женимся тогда когда мы влюблены и мы не успеваем включить мозги мы не успеваем узнать этого человека а потом влюбленность проходит и я страсть во всех это страсть в разных проявлениях я слушала пару дней назад оша и он так интересно сказал он сказал я считаю что брак нужно делать после медового месяца потому что говорит 90 процентов браков распадаются сразу после медового месяца наслаждение это правда острая форма наслаждения прошла прошла и человек тут оказывается перед реальностью и перешла в хроническую и вот так все и прояснилось так ну так а как же и где же этот цвет я всегда вот хочу увидеть свет в конце значит не тоннеля и что же делать ну вот мы хотим знать да можно ли это состояние влюбленности как-то перенести на на всю жизнь такое но наверно жить жить просто как это как это по-русски кстати вот за окончание сказки как они жили они долго и счастлива и умерли вместе в один день и дальше можно я уже пошучу как говорила пугачёва и умерли в один день от оргазма будем говорить что у нас есть мы ищем от любви постоянного равномерного счастья то есть очень часто мы вступаем в отношения и хотим постоянного экстаза всегда хорошего настроения от второго человека всегда чтобы его ожидали чтобы все дела и чтоб все делали так как он хочется как хочется тебе да то есть как бы вот именно в это эгоистическое непонимание один просветленный он сказал говорит хотите постоянного экстаза от отношений купите собаку кстати да подсобака вам вы будете прийти она всегда вас будет счастлива. У нее никогда нет плохого настроения. Она вас всегда будет рада с хвостом вилять, облизывать, целовать. А если кормить еще ее? А если кормить иногда, да? То вообще будет хорошо. Это точно. Поэтому постоянная любовь, но она невозможна. От любви, от любовь, это чувство. В очень сильной форме, наверное, да? В такой очень яркой форме невозможно. Да, невозможно экстаза постоянного ожидать от отношений. Давай будем так говорить. Есть, наверное, два разных понятия. Любовь и отношения. Отношения в браке, кстати, я извиняюсь, до того, как я перейду до следуя, мы будем это говорить, я хотела уточнить то, что было в прошлой передаче, потому что люди обратились с вопросами. Или что-то недослушали, или неправильно поняли, или мы действительно что-то не так сказала. Я говорила о том, что исследования показали, что человек, живущий в любви, проживет дольше. Или человек, живущий в отношениях. А я хочу уточнить, что мы говорили про счастливые отношения. Ну да, ну, естественно. В контексте вроде это было понятно. Человек, живущий в несчастливых отношениях, в несчастливом браке, укорачивает свою жизнь. Это сто процентов. То есть от несчастливого брака возникает... Тогда уже лучше одному, если несчастливого. Лучше уже одному, потому что... Или нет? Смотря как относиться, наверное, к браку. Если относиться к браку, как к аскезе, то есть это к тому, чего вот я выбрал эту женщину или мужчину, я буду с ним жить всю жизнь. Если ты готов этому следовать, не давя себе своих эмоций, не задавливая в себе эмоции, если ты к этому с радостью будешь относиться... Несмотря на все испытания сложности. Несмотря на все испытания. И говоришь, окей, может быть, это немножко не то, что я ожидал или ожидала. Но я этого человеку хорошо отношусь. Потому что ведь есть такие религии, которые женятся после того, как... Вернее, они женятся, а потом только узнают друг друга. Они до сих пор существуют, правильно? Конечно, конечно. И люди просто работают над отношениями, и любовь приходит. Такое тоже бывает. Но если человек живет в этих отношениях и несчастлив, и все время будет недоволен, но это недовольство будет в себе добить. Обычно это женщины делают, да? Свои эмоции. Они закапывают вовнутрь себя. То это вызывает болезни. То есть это женские болезни обеспечены. А у мужчин не так происходит? У мужчин, мне кажется, они не задавливают эти эмоции. Мне кажется, они ведут себя немножко по-другому. Скорее всего, может быть, они их не выплескивают. Наверное, есть разные мужчины. Есть разные мужчины, есть разные женщины. Кто-то и женщин выплескивает. Конечно, конечно. А кто-то... И когда, наверное, люди выплескивают это, и потом это хорошо. Знаете, как раньше говорили тоже, что если твой муж не ругается, то у него потом будут проблемы с сердцем. Да, конечно. То есть если он все держит в себе. Это же энергия. Или с простатой. То есть если с простатой, скорее всего, будет это, если он будет изменять. То есть с сердцем, если он будет просто держать в себе, и вот ничего не высказывать, и накапливать этот негатив. Или с печенью, если он будет злиться. А женщина держит в себе, и вот это корень женских болезней. А женщина, у нее начинаются обиды. Обиды, это вот обиды приводят. У нее начинаются обиды, и от этих обид у нее начинаются женские болезни. То есть в основном, то есть мы знаем, что мужчины части болеют сердцем, а у женщин больше женские болезни. И женские болезни, кстати, связаны еще с сексуальной неудовлетворенностью. Ну, однозначно, конечно. То есть если мы говорим об этом, то это абсолютная абсолютная правда и те люди которые говорят что секс не нужен это тоже опять же возвращаемся к сексу это тоже неправда то есть секс нужен но эти люди сами блокируют себя и у них у самих наверно в этом сексуальная энергия это самая самая сильная энергия принципе это наша жизненная энергия но взяли слова секс извратили и перевели его там в пороть чисто похоть да а мы не говорим то есть если секс правильно используется то он может провести даже предпросветлению но к сожалению у нас на западе это неизвестные ну или за известно на самом деле все открыто но мало так сказать мало кто не открыто недавно то есть если мужик женском оргазме вообще только в 50-х годах стало известно да то есть благодаря ученым типа так до этого это вообще не обязательно да да это об этом никто и да поэтому как бы и секс и любовь это очень важны и для того чтобы наверное продлить мы говорили о пяти языках любви самое главное это понять друг друга самое главное это в отношениях это просто понять друг друга на каком же языке любви человек разговаривает я недавно была на караоке и слушала вот какие песни поют люди ну наверно как это попса шлягера нет но не обязательно есть такие песни у лепса оказывается такие я никогда не очень большой поклонник лепса но я слышала я всегда считала что путем песням которые поет женщина мужчина может очень хорошо узнать что она хочет очень хорошо но тут я очень удивлена была потому что я слушала песни поющие мужчины так вот я хотел как раз я очень поняла то есть вот эти вот потому что мужчины тоже поют о травмах тоже поют а вот это желание по не чтобы их понимали желание того что болит доме да поэтому вы знаете очень часто мужчина не хочет смотреть женские сериалы не хочет слушать песни которая женщина слышит и поет а ведь это есть один из способов узнать а что же твоей женщине нужно мужчины просто это очень реже намного реже да то есть как бы потому что ну как бы мужчины часто поют слушают песни не не слыша слов вот они например рок любят да там очень часто это энергетика вот эта энергетика они да не всегда высокая энергетика но тем не менее наверно арт-рок тоже может быть и хорошая эта музыка но самое интересное если вы послушаете арт-рок там 90 80-х годов они все поют за мир то есть там очень у них там может быть три слова на это в этой всей песне но там все за мир за природу за счастье не худший вариант не худший вариант лучше сегодня не слушать вот сегодня там хотя мой сын не пытается доказать что рэп там тоже там действительно есть слова но я говорю так зачем слушать эти вот депрессию вот этих людей которые не очень с высокой энергетикой типа лучше слушать что-нибудь другое друзья хочу напомнить вам прошу прощения что можно смело позвонить нам в студию прямой эфир по телефону 847 4005 200 и поучаствовать с нами в обсуждении этой ну прямо я скажу такой животрепещущей и наверное всех волнующей в той или иной степени большой степени теме да мы продолжаем да кстати между днем во время дня валентина может быть иди вот например можно ведь сделать своей любимой подарок и посмотреть сериал или посмотреть фильм который ей нравится богатая тоже плачет как рабыня и заурадо да типа да нет вот недавно было всего 20 серий был такой неплохой фильм всего 20 всего 20 вот это все сказано вот тем не менее есть есть очень интересные фильмы показывающие показывающие психологию и нужно просто очень внимательно посмотреть и главное не просто смотреть фильм вот как дети маленькие которые смотрят фильм а главное все-таки посмотреть ведь каждый режиссер каждый автор хотел что-то показать они не просто так создавали этот фильм то есть если это фильма любви то наверно какие-то отношения обсуждались то есть какие-то отношения была вложена чья-то травма или чья-то, наоборот, любовь и счастье. И вот если мужчины начнут немножко больше смотреть на женские фильмы, которые они называют женскими, может быть, у них просто откроется вот эта сердечная чакра. А, они действительно женскую энергию смогут таким образом стимулировать. Они просто поймут, что женщина хочет очень часто, понимаешь? Ну вот я так считаю, что это не просто так фильмы, очень часто. Безусловно, ну конечно, тем более, раз они пользуются популярностью, имеет какую-то, имеет какую-то идею. А какой ваш любимый фильм, женский, так в кавычках, женский о любви, все-таки? Женский о любви. Вайл «Дикая орхидея». «Дикая орхидея». «Дикая орхидея», это, по-моему, там с эротикой, нет? С эротикой. Все, я вспомнил, смутно. Но там очень такой, очень красивый фильм. Красивый, нет, ну конечно. Красивый и о любви опять-таки. О любви, я вспомнил фильм, да. А вот, кстати, древние люди ко всему и ко всем изобретениям относились как к святым, потому что они понимали, что если им боги дали какое-то, даже элементарное, там, нож, там, любое изобретение, и поэтому нужно просто понять, что даже тот же фильм, идея пришла откуда-то. Так это все-таки грех? Вот история Адама, Ева, это все-таки грех в этом заключался? Все-таки секс это грешная штука или нет? Или нас учат этому? Да нет, это самое ужасное, чем у нас учат. Ведь это ведь блокирование. Деструктивные силы нам навязали эту парадигму о том, что это грех, и получается история, когда... Нет, я не думаю, что это деструктивные символы. Я думаю, что... Вы сами. Нам неправильно объяснили ту историю, которая была вложена в эту историю. То есть, ведь там был грех какой-то. Там же был грех не секса. Там был грех того, что они оказались равными богам. Они узнали, что такое хорошо и что такое плохо. Доброе зло, да? Они узнали зло. То, чего как бы знает только Бог, да? То есть, мне кажется, тут... Просто тут взяли и перекрутили все. Ну, все-таки... И заблокировали сексуальность у людей. То есть, для того, чтобы это... Ведь управлять можно только, имея у людей чувство вины. Однозначно. А мы все много-много поколений рождаемся с чувством вины первородного греха. Да, да. То есть, у нас первородный грех. То есть, особенно этот, посмотрите, ведь грех переложили на женщину. А теперь вспоминается Инквизиция. Миллионы там. То есть, это женщина. Миллионы уничтожены женщины. То есть, женщину обвинили... Да, ну и сейчас ведь женщину обвинили... То есть, сексуальность женского тела сделали табу. То есть, оденьте паранжу, оденьте парики, длинное платье, чтобы нам вас не хотелось. Очень интересная позиция. Ну так возьмите, занимайтесь духовными практиками. И нам вас не так будет хотеться. Так, а должно хотеться вообще, да, так по-большому? Или как? Ну ведь так создал Бог, или он ошибку сделал? Вот я всегда... У меня всегда вот это вот интересует. Вот как бы ошибся, да? Наверное, я не знаю, так нам объяснили, да? То есть, типа, Бог, оказывается, ошибся. Протупил в этот момент. Протупил, да. Что-то он не то сделал. Абсолютный разум, о чем мы говорим. Сверхразум. То есть, мы просто взяли и сказали, что Бог ошибся. Бог сделал женщину слишком красивой. И мужчинам ее хочется. Поэтому там в еврейской религии нельзя там дотронуться до женщины. Кстати, тоже это очень интересная... Очень интересный есть взгляд на вещь, почему все-таки нельзя дотронуться до женщины, да? А потому что, ну вообще, если это идти через религию, или можно просто вот через эзотерику, да? Через эзотерику, дотронувшись до другого человека. Есть люди, кстати, которые и мужчинам, и женщинам руки не жмут, да? Мы делимся своей кармой. Это эзотерически есть такой взгляд. Есть такой взгляд. При прикосновении. При прикосновении. Но о том, что все-таки, конечно, передается... Ты когда... Вот в Америке, да, есть такое, например, направление, что люди друг друга обнимают. Есть такое, да. Я даже иду на такой семинар совершенно случайно. В Аврору специально еду. Очень скоро, да. И считают о том, что это хорошо, потому что мы должны получить количество обниманий в день, и тогда это продлевает жизнь. Особенно там есть специфическое сердце к сердцу, то есть там не просто так. Есть и другие похожие. Контактная импровизация, контактные танцы. Да, то есть, но тем не менее, что это говорит? Это говорит о том, что люди передают свои эмоции, свою энергетику через обмен, ну, дотрагивание до тела. Тектильные ощущения. И это очень важно. То есть, для религиозных людей, для большинства религий, да, то есть, я так знаю, я понимаю, и мусульманство, и еврейство. Ислам, иудаизм. Там запрещено дотрагиваться до женщины, да? Да, в общем-то, и в ведической традиции. И в ведической традиции, да. То есть, везде, во все религии, во всех религиях, они, да, и в христианстве тоже самое. То есть, во всех религиях решили, что это нельзя. Но раньше... И в храме же разделено, во всех вот этих традициях, храме на две половины. Ну, во всех традициях, и, например, мы можем сказать о том, что и волосы покрывают. Ну, да. А для чего? По разным причинам. Кто-то говорит, вообще для мужчин чакру закрывают. То есть, нас отключают от Бога. Вот, интересно. То есть, и женщин, и мужчин. Женщинам вообще все волосы, значит, чтобы закрыли, потому что это наши антенны. А мужчинам чакру закрыли просто, типа, ну, зачем? У нас есть посредник. Кстати, интересно, я вот, я знал, что, ну, вот интересно с такой точки зрения, что это вот не защита, а наоборот, закрытие, да? Да, конечно. У нас просто, мы живем в мире реальности. В какой-то момент развития человечества, мы не знаем, в какой момент, нас отрезали. От единства с Богом. Отрезали через религии. Рассказали, какие мы грешные, как мы динаваты. Рассказали, какие мы грешные, да. То есть, нам навязали чувство вины, чувство страха перед Богом. Вместо свободы. То есть, объяснив, что Бог это с нами един, и Он сексуальность и любовь создал для чего? Ведь это самое большое чувство наслаждения. То есть, сексуальность может быть порталом к Всевышнему? Да. Один из порталов, да? Один из порталов, если правильно его использовать. А вообще, есть про любовь, да? Ну да. Мы же говорим про любовь. Мы же говорим про любовь. Я хочу прочитать. Я специально взяла несколько выписок из книжек. Это Паула Куэлли. Это один из моих любимых авторов. И моих тоже. В каждом, в каждой книге есть про любовь. В каждой книге у него... Неужели это из 11 минут? Нет, нет. Кстати, это одна из... Это хороший фильм. Но у меня больше духовные такие больше нравятся. Мир станет истинным, когда человек научится любить. До тех пор мы будем жить, пребывая в убеждении, будто знаем, что такое любовь. Однако, страшась увидеть ее такой, какова она есть на самом деле. Любовь – это дикая сила. Когда мы пытаемся обуздать ее, она нас уничтожает. Когда мы пытаемся поработить ее, она обращает нас к своих невольников. Когда мы пытаемся постичь ее, она приводит нас в смятение мыслей и чувств. И сила эта пребывает на свете ради того, чтобы дарить нам радость, чтобы Бог и ближние стали ближе. И все наши... И все же в наши дни мы любим так, что за минуту душевного мира расплачиваемся часом тоски. И все же, видишь, он говорит о том, что дарить нам радость, чтобы Бог и люди стали ближе. То есть через любовь мы приближаемся к Богу. И стали одним целым, как это и есть на самом деле. Это нужно просто осознать. То есть через любовь мы понимаем все, что мы едины, мы одно целое. И вот когда мы это поймем, тогда мир станет другим. И тогда нам не надо будет обсуждать, кто хороший в политике, или кто плохой. В одной фразе «любовь спасет мир». Любовь спасет мир, да. Мы интересно очень затронули тему в отношении того, как вот это единство найти с Господом. С Всевышним, то, к чему, ну, всех, наверное, стремятся. Мы, очевидно, это продолжим сразу после небольшой рекламной паузы, для того, чтобы не делать уже, так сказать, внутри такой глобальной темы перерыв. Поэтому, пожалуйста, оставайтесь с нами. Дальше тоже будет очень интересно, еще интереснее. Ну что ж, друзья, мы продолжаем нашу необычную программу под названием «Неочевидная, но, вероятно, с Ниной Бастет». Я хочу напомнить о том, что мы закончили первую часть нашей программы, о том, что говорили о том, как найти, постичь, осознать Всевышнего. И я хотел вот сейчас вернуться к этой теме. И мы говорили о Пауло Каэле, читал они на отрывок из одного из произведений. Так вот, ну, об алхимике речь. Выяснилось же, что снаружи-то искать не надо, да и вообще как бы и искать не надо. Надо просто осознать, что все уже есть у нас внутри. Наверное, и любовь тоже, или я не прав, внутри. Конечно, человек может дать только то, что у него есть внутри. Именно поэтому у нас очень часто происходит то, что люди не умеют любить. То есть вот как он сказал, да, когда люди научатся любить. Так себя, может быть, для начала? Самое главное – любить себя. И мы слышим это постоянно и везде. Проблема в том, что люди не знают, как любить себя. Просто не умеют. И просто сказать людям «любите себя» – это очень голословное заявление. Сначала сказать «любите себя», а потом постоянно рассказывать, как ты плох, недостаточный. Как ты плох и эгоизм, да? Да, и как ты должен, значит, отказаться. Потому что «любить себя» – это совершенно не значит любить себя в тинейджерском возрасте. То есть вот как наши дети, подростки любят себя. Но это не любовь к себе, потому что это чисто эгоистическое восприятие мира, восприятие любви себя. Я хочу. А любовь к себе – это, в принципе, то, чему я учу людей. То есть любовь к себе. Я сама это просто прошла. И когда мне говорили «люби себя», я очень все время спрашивала, как я должна любить себя. Ну что я… Я все так вроде бы люблю себя. Поэтому любовь к себе – это процесс. Процесс, через который человек должен пройти для того, чтобы это почувствовать. Но когда в тебе нет любви, ты не можешь ее дать другому человеку. Абсолютно точно. Вот это «возлюби ближнего своего как самого себя». Как самого себя, поэтому… Один из основополагающих постулатов учения Иисуса – это «а как же можно любить ближнего?» Как ты можешь, если ты себя не любишь? Что же отсюда начинается? А нам прямо не просто с детства, но и с много жизней навязывают, чтобы мы себя не любили. Ну давайте возьмем звонок. У нас вот был звоночек, но сейчас мы его уже не видим, наверное, позвонит опять радиослушатель. И большинство из нас испытывают больше негативных эмоций, чем позитивных. То есть если мы, например, кого-то ненавидим, злимся на кого-то или за кого-то переживаем, или у нас есть тревога или страх, то про какую любовь мы говорим? Мы транслируем миру только то, что мы есть. А вот интересно, вы знаете, любовь для большинства людей – это самое приятное переживание. И мы этого все время хотим и ждем. Но я недавно слушала лекцию одного йога, ну он ведический, даже не ведический, он индусский учитель, да? И он очень интересно рассказал, что люди способны на любовь, если этого хотят. Но в йоге не делят любовь, ненависть, счастье и несчастье. Они рассказывают это про приятные и неприятные ощущения. Потому что мы можем исследовать мир только через себя. Мы на самом деле все, мы ориентированы на наружу. И постоянно, особенно мужчины. Ну для мужчин это нормально, потому что он должен пойти и победить, да? То есть пойти и получить что-то, достичь чего-то в жизни. Женщины ориентированы вовнутрь. И тем не менее нас научили все-таки, отвернули от внутреннего состояния души. Сделали экстравертами. Сделали экстравертами, то есть и посмотреть, а что кто сказал, а что на фейсбуке написано. А можно познать, что внутри там без мир, да? А сколько мне людей поставили лайков? Это все о том же. Опять мы обращаемся к учению Иисуса. Царство Божие внутри вас есть. Внутри вас, абсолютно. А вот в йоге и вообще вот буддисты то же самое. Они говорят о том, что испытать можно все только испытая вот чувство своего тела. И они делят ощущения на неприятные и неприятные. Например, приятное ощущение в теле, это значит, ты здоров. Неприятное ощущение в теле, ты значит болен, да? А очень приятное ощущение в теле, а мы говорим все время вот это про тело, да? Это удовольствие. Очень приятное ощущение в теле. А если ум у тебя становится приятным, это удовлетворение. А если очень приятным становится ум, это уже радость. Так, а где же счастье? Если эмоции у тебя приятные, это любовь. То есть приятные эмоции, это любовь. А очень приятные эмоции, очень интересно, это сострадание. Даже не любовь. А вот у вас приятная жизненная энергия, это блаженство. А очень приятная жизненная энергия, это экстаз. Понял. Вот это уже высшая стадия всех приятностей. Это да, то есть не обязательно иметь экстаз только от сексуальных переживаний. Ну это абсолютно однозначно, это духовные великие учителя и просто просветленные всех времен и народов. Ведь никто же не занимается аскезой для того, чтобы было хуже. На мой взгляд, весь мир стремится к большим уровням радости и счастья на всех, так сказать, на каждом уровне. Больше радости и счастья, и в конечном счете только ради этого все. Я тоже считаю, что мы стремимся к радости и счастью. Но разве не так, разве когда ребенок рождается? Мы же все это внутри себя прекрасно знаем. Для чего, в чем цель жизни? Это же единственная цель, получить больше радости. А мы все время этого ребенка отучаем. И говорим ему, жизнь тяжелая. Жизнь тяжелая, испытания. Не ожидай, что тебе все время подарки будут дают. Да, а для чего все, для чего все? Больше радости и счастья. На самом деле и в любви это так. То есть любовь, никто, ничто не может разрушить. А мы считаем, что вот как только люди женятся, вот почему любовь исчезает? Брак не может разрушить любовь, если она была. То есть если была настоящая любовь, то брак ее разрушить не может. Но, к сожалению, в большинстве случаев... Это как это так звучит? Даже брак уже не может. Даже брак уже не может разрушить. Несмотря на лечение больной выздать. Даже брак не может. Но просто мы неправильно понимаем себя и за любовь воспринимаем что-то другое. То есть это было, может быть, сексуальное влечение, может быть, страсть. Очень интересно сказал Далай-Лама когда-то. Он сказал, что если вы встретили его или ее, и у вас в животе бабочки, и вам так хорошо, и у вас такое возбуждение, это не ваш человек, когда вы встретите его или ее, вашего человека, у вас будет просто блаженное спокойствие, блаженство, да? То есть у вас будет приятная, то что вы говорили, приятная жизненная энергия, да? Или очень приятная жизненная энергия. И вот в таком состоянии, наверное, и секс уже совсем по-другому. Совсем по-другому. Поэтому, когда люди женятся на уровне обычного физического влечения, в лечении, это проходит, потому что это уже становится не новым. И очень быстро проходит. Очень быстро проходит. Гормоны свои там отыгрывают. После медового месяца, да? Да, да, вот гормональный фон. То есть наелись друг друга, насытились друг другом, и все. Но любовь должна выстраиваться на более глубоких чувствах. Мы говорили в прошлый раз, то есть на разных чакрах. То есть не на первой и второй чакрах, на чувственных чакрах, или там низменных чакрах, а уже на духовном, или на сердечном, или на общих темах для разговоров, да, общих взглядах на жизнь, или уже мы говорим на божественной энергии. То есть как бы только тогда. То есть, но тем не менее, страсть должна быть. И вот лично я считаю. Можно крамольный вопрос задать? Можно крамольный вопрос. Ну не очень, но хотя. Дэн Браун прав был насчет того, что у Иисуса, если мы считаем, что это исторический персонаж, была семья, и он любил Марию Магдалину. Но я еще до Дэна Брауна читала эту информацию, да. То есть лично вот в ваших... Не просто так, мое личное мнение, что да, это был настоящий исторический... То, что я читала, и то, что вот мне лично понравилось, и я с этим согласна, это был настоящий живой персонаж, у которого была Мария Магдалина женой. Женой? Был секс? От которого пошло много... Был секс. От него не просто был секс, а пошло потомство. То есть многие цари, кстати, упоминаются в литературе, какие из королей, королевских династий, пошли от именно... Он был королевских кровей. Он не просто так... Ну, конечно, не было там случайностей. То есть не было случайностей, и то, что он был великим учителем. Он был великим учителем. Ведическая традиция, это бы сказали, пришел Брамин. Да, то есть пришел просто великий учитель, который пытался нас научить любви, а мы взяли его... Ну, не мы, а... Мы же знаем прекрасно, что все это произошло в третьем веке нашего мира. Да, кому было выгодно, выморали истину и сделали из этого... Просто взяли, брали те книжки, которые не соответствовали их понятиям о жизни, и сделали его... Точно так же, как... Аскетом. Будда не был буддистом. Будда тоже нес любовь, просвещение в народ, и пытался, чтобы люди поняли, поняли, что такое жизнь, да? Так что... Выяснили мы, да, вот эту историю. Не побоялись даже сказать. Что ж такое все-таки любовь? Ну, хорошо, если все, что мы принимаем за любовь, это всего лишь страсть или влюбленность, да? То что ж такое любовь? Да, вот что такое любовь, кстати? Ну, вот я слышала просто то, что мне очень понравилось. Это, кстати, сказал Оша. Любовь, это просто когда в присутствии другого человека ты чувствуешь себя счастливым. Просто от того, что вы вместе. Ты чувствуешь экстаз. Ну, вот как мы говорили, да, только что? И само присутствие другого человека помогает тебе быть завершенным. Как бы вот, как завершить круг, да? Присутствие этого человека увеличивает твое присутствие. То есть ты находишь Бога как бы в нем, ощущаешь в этот момент Бога в себе, это все сливается в одно целое и наступает счастье. И ты становишься просто счастье. Экстаз даже, не просто счастье, да? Да, счастье – это же быть частью целого. Само слово «счастье» русское. И еще любовь дает тебе свободу быть собой. Это то, что мы так часто игнорируем. Потому что, когда мы вступаем в отношение замужества, там, когда мы в брак, я просто вот слово «брак» очень не люблю, а слово «брак». Хотя в этом слове там отдельная тема. Там «ра» в нем есть. А вот это «ра» – это же о Боге вообще. Да, но тем не менее, вот слово «брак» как-то, ну вот, зачем они его… Ну да, но это надо отдельно смотреть. Да, да, да. Ну вот, к сожалению, особенно очень часто, ведь мужчины начинают контролировать женщин. Или женщины, кстати, тоже контролируют мужчин. Легко, легко. Но когда мы тогда, тогда эти отношения переходят… В принципе, они, если мужчина или женщина начинают контролировать друг друга, это уже переходит в отношение не любовник, да, или любовница, вот как отношение брака, а уже больше мать и сын, сын или отец и дочь. То есть, потому что контроль осуществляют наши родители. То есть, вот родители спрашивают там, и контролируют, где ты был? А почему ты мне не звонишь? А почему я от тебя не получила отчет? И когда мы контролируем второго человека, мы не даем ему свободы быть самой собой. Лишаем свободы, да. И потому, опять же, я еще раз прочту Паула Куэлли из книжки Брида. Он очень интересно сказал. Я вот сегодня много буду говорить Паула Куэлли, потому что у него в каждой книжке что-то есть. Люди дарят друг другу цветы, потому что в них заключен истинный смысл любви. Тот, кто пытается завладеть цветком, увидит вскоре, как он завянет и потеряет свою красоту. А тот, кто всего лишь любуется им на лугу, получит его навсегда. Это про свободу, да? Ибо он сочетается с вечером, закатом, запахом влажной земли и облакам, плывущим в горизонте. Я всегда буду помнить, что любовь – это прежде всего свобода. Так вот, это сказал про любовь и свободу, это Оша. Да, возьмем. А это сказал Паула Куэлли. Паула Куэлли, ну что ж, принимаем звоночек, слушаем вас в эфире, здравствуйте. А, да, здравствуйте. Ну, Нина, здравствуйте. Во-первых, Паула Куэлли говорил, что все должно заканчиваться хорошо. Если все закончилось плохо, значит, это не конец. Но вопрос у меня не об этом. Тогда возникает логический вопрос из любви. Как определить влюбленность и любовь? Благодарю. Спасибо. Спасибо за звонок. Влюбленность возникает на первой стадии отношений. То есть, наверное, без влюбленности, ну это неинтересно, мужчина должен сексуально захотеть женщину, и это нормально. Так, вот в этом месте стоп. Вот в этом месте спокойнее, помедленнее. В этом месте подробнее. Значит, так еще раз, это должна быть все-таки вот страсть в том числе. Я считаю, лично, это мое мнение, опять же, я говорю. Я в этой передаче передаю не только мнение других. Нет, конечно, у нас субъективное же. Мы говорим субъективное понимание. А по-простому, мужчина должен захотеть секса с этой женщиной в том числе. Да. По-простому. Я считаю, что да, по-простому, да. Но этого недостаточно. Ведь мы часто встречаемся или с женщинами, или с мужчинами, с которыми мы хотим секса. Так. Но, тем не менее, понимаем, что это не будущий муж или не будущая жена. Правильно? Кстати, есть такое очень обычное высказывание. Есть женщины, на которых женятся, а есть женщины, на которых не женятся, да. Так же самое есть мужчины, например. Это вы смягчили это высказывание. Да, ну, будем, да, для эфира. Но, тем не менее, ведь есть люди, которые поэты, да, которые... Это люди, которые очень часто непригодны для брака. У них нет того, о чем мы говорили в прошлый раз, ответственности. Ну, давайте возьмем звонок, потом добавим. Здравствуйте, слушаем вас. Да, здравствуйте. Вы знаете, я, так уже сказать, немало живу, но вот это ваша тема. Сексуальное влечение, там, к женщине или к мужчине, это, наверное, влюбленность и просто сексуальное влечение. А любовь, это уже чувство, это чувство ответственности, чувство переживания за того человека, которого ты любишь. И женщине, она... Любовь, она или есть, или нет, она остается на нашу жизнь. Потому что, если вы там уехали, даже уехали на работу, или уехали на несколько дней, и вы не думаете, не переживаете о том человеке, значит, это не любовь. Это просто живет, а жить в этом месте. А любовь, это прежде всего чувство ответственности, чувство переживания за того человека, который ты азоров, который ты любишь. Спасибо большое, мы с вами абсолютно согласны, просто мы не успели договорить. Единственное, что мне не очень нравится, то, что вы говорите, чувство переживания. Потому что переживание является неприятным чувством. То есть чувство ответственности абсолютно согласна, чувство заботы прекрасна. А вот переживания, а что вы переживаете? Как бы мы все под Богом ходим. Ну да, я услышал там вот одну и ту же вещь, прошу прощения. Но тем не менее, да, сори. Нет, нет, я просто о том, что вот эгоизма, наверное, должно быть минимум там, эгоизма в этом чувстве. То есть не о себе думаешь, а больше о том, о чем мы говорили. О том, о чем мы говорили все время. То есть вы думаете об этом человеке. То есть абсолютно любовь имеет начало, но не имеет конца. Мы просто не договорили. Но тем не менее, мне кажется, что отношения любви все равно начинаются с чего-то. То есть один человек должен понравиться другому как-то, правильно? Но хотя это может начаться, наверное, может быть не всегда сексуально. Если вы знаете такой фильм, называется «Зеркало имеет две стороны» с Барбарой Стрэйсом. Я даже еще помню... «Mirror has two faces», да? Да, я даже вспомнил еще фильм «Влюблен по собственному желанию» с Ян Коустом. Да, и «Влюблен по собственному желанию». То есть там тоже начались отношения любви не с сексуальной отношениями. Далеко не со страсти. Далеко не со страсти, да. Сексати был не тот, как говорят сейчас. Сексати. Принимаем еще звоночек, слушаем вас в эфире. Аля, да, кстати, вы знаете, что любят ведь не только из-за сексуального лечения, любят еще, смотрите, из-за денег, из-за известности, из-за того, что круто-гениальные ученые, из-за того, что даже революция объединяется. Вы знаете, любовь по расчету, кстати, очень интересно, что браки по расчету являются более сильными, чем браки по расчету. Потому что, но это не потому, что брак по расчету, как бы, имеет больше под собой, там, я не знаю, какой-то почвы. Просто браки по любви часто совершаются не по любви, а по влюбленности, как мы все время говорим. Но страсти. Нужно, это страсти, да, а нужно все-таки дойти, даже если оно началось, если оно началось по влюбленности, то нужно просто более исследовать больше человека. То есть, если оно поднимается, то есть, любовь, если началась на первой чакре, то есть, мы понравились друг другу физически, да, то дальше нужно посмотреть, а подходим ли мы друг другу по взглядам на жизнь, по нашим стремлениям. Хороший ли это человек, или это просто вот, просто человек, который будет прыгать. У меня, когда я была в Коста-Рике, там один знакомый сказал, что его папа имел 20 женщин, а из 20 женщин 20 детей. А 20 женщин это много или мало? Нет, он, наверное, имел больше, просто 20 детей родилось. А, 20 детей. Да, от разных. А, ну, окей. Ну, давайте возьмем звоночки. Слушаем вас, вы в эфире, здравствуйте. Добрый день, здравствуйте. Другими словами, вы хотите сказать, что любовь это для поэтовых, для небожителей, а брак это для людей простых, это экономическая категория, в конце концов. Вы знаете, я совершенно этого не хотела сказать, я просто хотела сказать, что вы дослушали. Вот так это слушается. А вы слушали сначала и до конца, мы еще вроде не закончили. Спасибо. Мы сейчас продолжим тему. Спасибо вам. Так, ну, мне кажется, мы как раз и сказали о том, что немножко чуть предвзятое было мнение. Ну, давайте послушаем следующий вопрос, и потом мы об этом и говорим. И больше не будем брать звонков, чтобы успеть ответить. У нас уже звонок этот не услышали мы. Любовь это что-то, это чувство, это чувство, это не эмоция. Любовь это чувство, которое преображает и исцеляет. Когда вы любите, когда мы любим, то есть это личное мое мнение, у вас каждое может быть свое. Когда мы любим, нам просто с этим человеком хорошо. Мы испытываем, мы хотим для этого человека сделать все, что этот человек, чтобы сделать его прекрасней, чтобы сделать жизнь прекрасней. Правильно? Да мы, наверное, находим просто в нем вот эту божественность в этом человеке и одновременно находим ее в себе. И вообще это одно и то же. Я хотела только сказать, наверное, находим ее в себе, эту божественность. Одновременно. С этим еще один давайте все-таки примем, если можно. Слушаем вас в эфире. Да, знаете, я не согласен с людьми звонимшим, любить за что-то невозможно, значит, это не любовь. Вот в возрасте 25-го года, в 83-м году прошлого века, я встретил в прекрасном городе Днепропетровске девушку на дискотеке в Доме культуры. И через час после знакомства я у нее спросил, ты хочешь быть счастливой? Она говорит, да, я сказал, вы хотите меня задать. Через неделю мы расписались, поженились, и уже сколько лет на сегодня? 36, по-моему. Вот это любовь. Это великолепно. Какой Дом культуры был, говорите, я из Днепропетровска, близкая тема? Вот это ДДР. Какой? ДДР, Днепр, дом на ремонт. Понял, знаю это место. Это прекрасная история, и это великолепно. И, к сожалению, очень мало таких историй мы слышим, потому что в нашем обществе, вот я так понимаю, мы с вами где-то одного возраста приблизительно, скорее всего, очень много разводов. По-моему, больше 50%. И то это, то есть вот это, ну, когда вы встретили девушку и почувствовали, что это ваш человек, вам просто было с ней хорошо, правильно? Да, да. И вы взяли на себя ответственность, вы взяли на себя заботу, и вы о ней заботитесь всю жизнь, правильно? Ну да, но хотя начинали, мы когда официально уже поженились, мы первый год, у нас был, ссорки были очень серьезные. И это, наверное, было уже как бы мое терпение, наверное, мое желание, что мы не разбежались в первый год, не зная человеку притираться, знаете, потому что были ссоры, были там обиды какие-то, ну, с ее стороны, потому что, знаете, такая девушка молодая, особенно когда уже была беременная ходила там, поэтому нужно было очень много терпения, желания остаться с ней, но мы через это все прошли. И вот я там думаю, что это, наверное, была любовь. А так, если люди встретились, поженились, там, что-то такое, пожили, родили ребенка здорового, разбежались и больше не встречаются, начинают делать гадости, так это не было любви никакой. Это великолепно, то, что вы рассказали, и самое главное о том, что мы в прошлой передаче говорили о том, что как ты знаешь, когда мужчина тебя любит. И одно из этого было, что он готов меняться. И вы сказали, я вложил энергию, я готов был стерпеть все ее плохие настроения, правильно? То есть вы готовы были меняться, потому что мужчине поменяться очень тяжело, женщине поменяться очень легко. То есть как бы не очень легко, но ей намного легче женщину поменять, подстроиться под мужчину. А вот оттуда потом возникают все проблемы. То есть как бы это должно быть обоюдное желание. То есть если женщина готова дать любовь этому человеку, тогда, когда он готов дать ей счастье. И вы, как видно, дали своей жене счастье. Благословляем вас именно еще на 100 лет. Спасибо за звонок. Спасибо за звонок. Я вот быстро хотел спросить. Так вот, все-таки, а бывает ситуация, когда людей сводит судьба, Всевышние, обстоятельства, Вселенная, для того, чтобы они нечто отработали друг перед другом. И вот это же тоже история. Вот они и разойтись не могут, и вместе плохо, и не могут друг без друга, и счастья нет. Вот как-то им нужно что-то отрабатывать. Это тоже какая-то форма любви или что это? Это же распространенная вещь, на мой взгляд. К сожалению, она очень распространенная. Я не знаю. Я, наверное, буду не самым лучшим экспортом по этому делу. Я сама разводилась два раза. В таком случае вы точно будете лучшим экспертом. Как же иначе, если в этом не... Но я считаю, что на сегодняшний момент, на сегодняшний момент, что важно знать людям? Сегодня на интернете платные и бесплатные колоссальное количество психологических классов по отношениям в разных направлениях, и ведических, и просто психология. Люди выкладывают радиопередачи, видеопередачи и учат отношениям. То, чего нам казалось невозможно, сегодня все возможно. И поэтому, к сожалению, я уже еще раз говорю, нас не учили психологии отношениям. И это очень плохо. Если у вас есть какие-то критические ситуации, пожалуйста, откройте интернет, возьмите книги. Найдите того учителя, который даст вам больше информации нужной. Обратитесь... Не обязательно идти к психологу и вытрачивать деньги. Или идите к психологу, который вам поможет. Не надо сразу разбегаться. Нужно начать попробовать работать над своими отношениями. Но самое главное – это любовь. Если есть любовь, то есть возможность это сделать. Но не доводите это отношение до... Потому что в каждых отношениях есть точка невозврата. Если эта точка невозврата уже нарушена, то возврата нет. А в следующей жизни? В следующей жизни отработается. Ну, я не знаю. Во всяком случае, смотря как люди расстаются. Бывает, люди расстаются нормально. То есть, бывает, у людей нету никаких обид. Они отработали свою карму, просто расстались. Все, да, все закончилось. Да, все закончилось. Родили ребенка, может, они встретились для того, чтобы родить ребенка. Для этого, да, привезти в мир эту душу. Или отработали свою любовь, прошла все. Отработали, сказали друг другу спасибо, благословляю тебя на будущее отношения, будь здоров и счастлив, будь здорова и счастлива. И все. Есть две минуты? У нас минута еще буквально, да, к сожалению. Любовь – это акт веры, а не обмен. А когда ты говоришь кому-то слово «я тебя люблю», не всегда жди, что произнеся их, непременно услышит тоже в ответ. Мы любим, потому что мы нуждаемся в любви. В противном случае, любовь теряет смысл, а солнце меркнет. Роза мечтает о пчелах, а их все нет. Не устала ли ты ждать, спрашивает ее солнце. Устала, отвечает Роза. Но если сомкну свои лепестки, увяну. Даже когда любовь в вас не приходит, мы открыты ей навстречу. В те минуты, когда кажется, что одиночество вот-вот раздавит вас, сопротивляться этому можно лишь одним способом – продолжать любить. Любите и будьте любимы. Дорогие друзья, огромное спасибо вам за внимание. Я хочу поблагодарить Нину за очень интересную беседу, и вас тоже за то, что вы слушали и участвовали. И мы обязательно в новых программах тоже поговорим о чем-то очень интересном. Спасибо, Нина. Спасибо вам. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok